Иди сюда. Смотри, ну повернись. Вон они, мои малиньи эти. На завтрак. Так, стой пока. Мы помолимся все вместе. Боже, милостью будь мегрешным. Создав мне Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости мегрешного, помилуй и благослови. И освети дары, посылаивая тобою словом истинные молитвы. Володя, принеси календру. Дело в том, что утром сегодня уже были такие замещания. Я вчера поставил этот, как назвать, я не знаю даже, как садок или видимо мадушный. Там требуется подправка небольшая. Вот сколько утром сегодня. А где? Какая раз, где? Вот он. Ну-ка достань его. Первый карась попался. Так, ничего, уже можно зажарить. О! Пожалуйста. Я пришел утром и спрашиваю, ну сколько здесь? Ну-ка так, здесь примерно сколько? Килограмма полтора есть? Да. Да? Есть. Все. Чистое. Даже больше надо. Подготовить. Надо почистить утром. Он говорит, надо почистить, иначе она плохо сохнет. Вот. Я вот он пришел, спрашиваю, а Виталий где? А ушел. Куда? Да-ка там где в арточке стоит маленькая. Зачем? Я же еще раз сказал. У меня рядом там, ну 5 метров рядом, я ставлю садок, я проверяю. Зачем он поперся туда? Поперся именно утром. Я ему хотел сказать, утром в свободное время, занимайся вещи, читай слово Божие. Да я посоветовал ему идти. Ну, посоветовал. Но он-то понимает, вчера видел, где я рядом. Рядом. Неужели я бы там не посмотрел? Вот так как ты уже там был, я слово посмотрел еще. В одной, которая туда ко мне ближе, ни одного. А в другой, которая на этой стороне, больше 20. За это время, пока ты дошел. С чем ты объяснишь, что в одной ничего, а в другой есть? Так, внимание. По глазам. Крупным планом. Разные мордушки? Зачем они разные? Из одного материала, разные мордушки. Человек один, озеро одно. Одну любит другую, нет? Ну, ни одной нету. Ни одной нету. Пустая совершенно. Которая деревянная, да? Которая ко мне ближе туда. Понимаешь, что сейчас начинает путать? То ты все-таки, кажется... Сейчас я не хочу предложения. Закатил глаза. Которая ко мне туда ближе. Ты уже сколько раз вытаскиваешь. Ты ими сами их не меняешь. Ты зачем сейчас вопросы задаешь? Ты уже как облупленные знаешь. Которая ко мне туда ближе. Или ты не помнишь, какая выглядит? Там, наверное, может зависит от того, что там вот эта деревянная заглушка, она может ничего не дать. От тебя зависит. Не от заглушки. Заходите не из заглушки. Они заглушку не видят, она сзади. Ты плетешь, что попало. Зависит от облаков, от солнца, от травы, от бобра. Ну, ни одной рыбки нет, а там 20. А прошло 15 минут. Ну? Ну, я не знаю, чем объяснить. Я знаю. Поэтому я и посмотрел. Ты горловину смазывал тестом? Так, у меня нет было теста и... Нет. А в траве чей-то мешочек с тестом? У второй, который ближе к раздевалке. Чей мешочек с аллопановым с тестом? Мой, наверное. Крупным планом по глазам. Мой натикнуть. А для кого ты его бережешь? Почему ты это не взял заманкой рыбам? А где-то он остался? Ну да, там в траве. Разговаривайте между собой, как правильно солгать. Никита приходит. Сколько? Один галяшик вот такой. Другой день приходит. Сколько нету? Третий день приходит. Ему разницы нету. У тебя дети, жена. Сейчас уже отзывы пошли о тебе. Правильно, что она его оставила? Да мне вообще наплевать на эти отзывы. А ты не плюй. Абсолютно. Плевки придется подбирать и заглатывать. Хорошо, заглатим. Еще раз говорю. Простой вопрос. Почему в одной столько, а в другой нет? Ты ответить не можешь. Почему не смажешь? Ты положил тесто туда. Я его нашел. А ты не мог найти. Да не мог на виду. Почему не смазал? Я забыл про это тесто, Игнать. Вот в этом и все. Я тебе сказал. Сейчас же берешь бумагу твердую, какую угодно. В кармане, чтоб было у тебя. И сразу записывай. Тесто лежит рядом. Теперь ходить туда не надо. Тесто твое разжижилось, оно распарилось. И мазать нечего. Это озеро надо мазать. У меня вчера идти надо. Я приношу холодильник. Ты же это рядом стоишь, видишь. Почему я там не оставил? На жаре оно сразу начинается. Опара, поднимается и прочее. Почему ты его не принес сюда в холодильник? Крупным планом. То есть, понимаешь, даже самое маленькое, которое пять грамм весит гальян, и на него ты не хочешь уделить хотя бы, ну, маленькую крупицу мозгов своих. Хотя бы миллиграмм, микрон. Тебя разница, сколько сегодня ты поймал? Штук тридцать. А? Штук тридцать. Что? А здесь сколько? Триста тридцать. Триста тридцать. Где-то побольше. Так вот, смотри. Зачем ты пошел, ты не можешь объяснить. Ты знал, что я рядом. И пройти мимо, не разгрузить мордушки. Я в черный кадр их поднимал. Даша, когда ты кидаешь, ты не смотришь. Она встала на горловину. А в горловину, Наташа, не откуда ей заходить. Ты даже не посмотрел. Ее в воде-то видать, она на горловине стоит. Ты же не смотрел. Бросил и пошел так. Ну, я не вижу там. Ну, да. Значит, я с одним глазом вижу, а он с двумя не видит. Не знали. Крупным планом глаза. Не видел его, Наташа. Дорогой, ты должен был посмотреть. Дальше. Ты хлеба натолкал столько и репья. Репья больше не клади, они репей не едят. У этого нечаянно получилось. Я теперь под тот куст и входит, где зайца убил. Я тут там еще нету. А я убил пять лет назад там зайца. Он никуда не ходит. Под этот куст теперь не идет. Это Расул Гамзатов все объясняет. И то там у тебя встала, торчком вот так вот все и закрыла вход. Ей рыба заходить некуда. Хлеб он натолкал, наверное, половину. Она маленькая такая. Я все это вытолкнул. Рыба-то не съест. Это свинье надо давать столько. Хлеба. Ты ему не давай. Там я положил от лепешки немного. И мало того, вчера я взял тесто, Володя. Тесто расширено муки. Он муки мне бросил. Я заново все перемешал. Лянул туда масло. Маслом растительным. Перемял несколько раз тесто. Володя, так? Да. Ты это мог сделать? Крупным планом глаза. Мог. Ну почему не сделал? Почему тебе это все равно? Все равно. Рыбу не накормил. Сына не накормил. Жену не накормил. Сам Волода. И жена. Так, так. Про Гальяна. Вернемся к нашим баранам. Я вам объяснял почему сына. Как мне ничего не понятно. Не уклоняйся. Не уклоняйся. Основись. Не уклоняйся. Я тебе конкретно говорю. Не крути головой. Крупным планом. Ой. Я тебе говорю, Гальян тоже любит. Чтобы с ним обращались по рыбе. Вот один человек ловит там на мотыле. А, на что-то. А почему? Я не закончил предложение. Даже считываешь контонации. Нахал какой. Слушай внимательно. И вот человек знает где какая яма. Он приходит туда. И говорит. Тут более глубокое место. Я залез, говорит. Разделся. И посмотрел. Рыба обязательно подойдет сюда. А вот здесь, говорит. Такая же яма. Но там тень падает. Рыба любит в тень заходить здесь. И он больше всех наловил. У другого одна маленькая рыбешка. Хитрости рыбачьи. И при том они рыбачат не на блесну никак. Потому что там ковядь не сразу оторвется. Ты ни разу в воду не залез и не посмотрел. Посмотрел. Там может быть агрессина доила. Она вылуп падает. Или где потому что она узкая. Как ты ее бросаешь, размахиваешься. Она горизонтально падает в воду. Или как тормашками летит. Это все вопросы, которые ради маленького гоняшка. Пяти сантиметрового. Весом пять грамм. Говори. Вот и все. Почему вы не говорите, что у вас такая здоровая? Да не об этом я говорю. Не такая. Инструменты-то разные. Почему ты ее не взял, а я взял? Потому что ваши родственники. Только потому что мы родственники. Я тут хозяин. Может тут рулите, как говорится. Я хозяин? Я тут, как говорится, ну... Только поэтому. Ты что городишь-то? По родственному. Мне ехать в путешествие. В это время совершенно незнакомый человек из Калининграда сообщает. Деньги возьмете. Он меня не родственник. Никогда не видел. Булкин Дмитрий. Я говорю, считал, на книги надо. Я книги больше не издаю. Ну куда-нибудь. Я говорю, мы на Волгове седим. Он сразу 100 тысяч перечислил. Другой человек, узнав, что мы едем в Швеции, потерпели поражение, полетел двигатель. Он говорит, бросайте. Сейчас перечисляю вам деньги безвозвратно. Покупайте новую машину такой же марки, иномарку. И едете дальше. Поэтому твои доводы, что это родственник. Я один раз пошел, хотел взять хороший инструмент для того, чтобы тут работать. Вы сказали, по рукам не ударили. Я сказал, никуда не иди. Вот бы удовольствием тем, что есть. Подожди. А чем вещь идет? Чтоб я знал. Когда, помните, мы ремонт делали этого дома. Так. Дальше. Я хотел взять нормальный, попросить нормальный инструмент. У кого? У неонилы. Да ты не имеешь права у неонилы брать, когда у нас все есть. Вот ответ на вопрос. Еще раз говорю. Она вдова. И ты здоровый лоб. Я только что ей помогал, делал ей ремонт. Она довольная, меня благодарит. Все, на этом закончилось. Радостно. Закончилось. Она заплатила, ты ушел. У нее инструмент связан с сыновьями. И она вдова одна, и ты здоровый лоб прокатил. Дай мне инструмент. Ты малейко думай, что за этим-то. У тебя мышление какое-то топорное. Я хотел пойти. Все сделали без этого. Ты дальше это продолжай. Я сказал, не позорь меня, не ходи по людям. Потому что это у нас есть. Кельма у нас две или три. Ты никого не спросил, есть у нас нет. Сам пошел. Потому что ты у них был. У тебя замкнулось на ней. Ты не имел права. Журин здесь работал. Здесь. Тебе надо было отмостку погладить. И ты пошел через всю деревню. А идешь ты, как правило, вот так вот. Тебе надо сейчас туда-сюда ходить. Я бежал тогда туда. Еще раз сказал. Доверее пошел. Ты единственную дочь испортил у матери. Отсюда начни говорить. Не надо мне грязи. Не надо грязи. Мне мать сказала, иди ее испорть. А ты помните, как я был? Я человек, я понял. А ты бы сказал, нет, мать, так не делают с дочерью. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вася приезжал, видел? Вася, его баба, она Катя, грязчанка. Ты не крути головой-то. Ну я слушаю. Стой спокойно, что ты ведешь на себя похабно. Она не выдержалась. Работала стюардессой. А вон Алик, какой-то дагестанец видимо. Он, видимо, любил ее. Привез домой. Мать сразу же сказала, сынок, у нас так не делается. Ее надо выкрасть. Пусть она где-то побудет у соседей пока. А потом, как бы, познакомьтесь. Перед людьми надо дать антураж, как положено. Она живет, а хозяйка говорит, а ты долго у меня будешь жить? Мне сказали Алик тут за мной. Нет, никогда не будет. Они берут из своего народа. Ты ни одного обычая не знаешь. Ты нарушила обычая. До брака смертная казнь. До брака. Не то, что мать подложила под нее. Она даже в дом ее держать не стала. Ты ничего во внимание не берешь. Тут одно и в одно уперся теперь. Она вновата. Теперь что? Ей надо уходить. Уходить. Она ушла. Рожать надо. И жить надо. Она от ребенка отказывается. Решила аборт делать. А аборт-то нельзя сделать. И нашла сейчас женщину, у которой детей нет. Елена звать. Я ее ни разу не видел. Гречанка. И она переговорила. Все. И я ее беру, усыновляю. А в житоши живут. И она там выросла. Девочка это. Девочка это Васина мама. И когда сколько я сейчас могу ошибиться? 14-15 лет было. Кто-то ей сказал. Елена это не твоя мама. Твоя мама Катя. Природная биологическая мать. И она приходит. Звонок. Катя. Вам что девочке надо? Здравствуйте. Я ваша дочь. Понимаешь какие ситуации в мире. Какие обычные в народе. Ты ничего этого не берешь. Ты бы сказал. Бабка ты сгурела что ли? Да ты. Если она до брака будет не девушка без детственности. Ее предают смерти по закону Божьему. По закону Моисееву. По законам которые рядом живут восточные народы. Ты ни слова не сказал. Ей замуж выходить. Вызывает гинеколога. А девочка скромная. Она не дается. Она плащет. И все снимается на пленку. Все в интернете. Теперь ее уговаривают. По другому нельзя. Мы должны проверить. Ты действительно ли девушка? А как? А когда спать чистые простыни стелят. И когда он будет что-то делать. Останутся капли крови. И это они теперь утром берут. Печати ставят. Что это именно так. В тот день расписались. И эту простыню хранят. А вот он ее возненавидел. Я взял ее не девственницу. Тогда родители расстилают эти простыни. Это все в Библии написано. Считал про это? А бы не болтался сегодня. Я подумал что ты дома сидишь. Зачем тут я поволокся? А вот. Это закон который они сохраняют. Они. Не христиане. Строгим законом нравственности. Ты знаешь как их звать? Мусульмане. Ислам. Да. Да. Не называйте имена. Шариат. Мухаммад. Это у меня запрещено. Аллах. Я не говорю. Но тебе поясняю откуда это я беру. А оно равнозначно законом Исеева. И ты бы. Кто тебе мешал ознакомиться с культурой народов? Да их полно азиатов то здесь. Ты бы спросил как у них. Из них вот которые здесь работают. Я стал говорить. Скажите кто нибудь женился. Или там как то. Познал ее. До бракосочетания. Не один. А их 150 человек. А было такое. Чтобы вот. Кто то абак. Да ты даже не слышал. Ее задавили бы как гадюку. А тебе нужды нету. Расстегнул. И сразу. Ты резко нападаешь. Ты не должен нападать. Нас всегда ставили на тебя удовольствие. А воспитала ее мать. Даже не такая. По тем меркам ты должен это уважать. Твоя мнимая теща. А ты теперь повторяя многократно. Вот это обвинение против старшего тебя. И против жены. На этом засох. А ты бы сказал. Гад паршивый. Кобель без хвоста. Кого ты слушаешь старую бабу. А ты бы ей сразу сказал. Ты за кого меня считаешь. Ты за кого меня считаешь бабка. Я дочь твою хочу взять девственницы. Повенчаться сначала. Она не была девственницей. Я не закончил. Что тебя рвет изнутри. Этот дух ты. Это из-за гольяна. Тебе начал говорить. Да после. Там что у тебя было. Да гольян. Да нафиг он мне нужен то. Пофигу. Говорит все. Ты с катушек не съезжай так рано. Ты мог бы посадить на это место мать. Почему моя теща не подсунула мне ее. А она только повторяла. Доченька не выходи замуж. Время последнее. Не надо. Не надо. Детей не воспитать не дают. Я еще раз закончу. Ее звать Агриппина Евсеевна. Ты отчество тещи своей знал? Вот ты себе в крупном плане в глазах. Я не знал. Папья Яма. Какое там отчество? Отца-то своего. Какое отчество? Да то что ее кто-то тоже произвел. Ты много берешь на себя. Изабель. Сколько бы ни жила здесь. Где в гостях у меня теща. У ней. Она ни разу нигде на меня ни одного слова не сказала. Сынок, сынок. Моя мама ни разу за меня не заступилась, когда она что-то не ладила с женой. А ее мать ни разу за нее не заступилась. Кто их учил так делать? Потому что ты так мне дочь. Ты вот как в виде себя. И моя мама. Игнашенька. Да вот Наденька-то здесь одна. У нее родственников нет. Заступиться некому. Ты прости меня. Ну пускай вот так будет. Ты посмотри на нее. У тебя ни тещи, ни мать, ни кто все. Почему ты не такой? Я говорю, что я близко знаком с мусульманами. Дед мой знаком. Прекрасные люди. Они через деревню ездили казаки. Но они мусульмане такие эффективные. Но они обрезанные. Они с пенину не едят. Вот это два пункта. С женами там как. И они проезжают через поселок Карпов. Катюминска района. Конзавод номер 140. И всегда останавливаются у деда-щинаря. И мы конечно нарекали. Вот ты принимаешь не христи. Анчихристы. А он их приветит, накормит. Они пойдут дальше. И свои чашки. Они киржаки. И вот коснулось ему ехать зачем-то. Они ездили, покупали зерно. У них там нету хлеб. И однажды он поехал. Он даже не знал с какого аула. И кто-то увидел. Щинарь. Щинарь. Это он щинарёк. Щинарь. А они его стащили с телеги. И на руках по всему аулу шли и трезвонили. Щинарь вот которого мы рассказывали. Щинарь здесь у нас. Они не знают чем накормить. Куда посадить. У него со своей кружкой. Это у них так принято. Они не обижаются. Что их за поганых считают. Вот как я мусульман знаю. Чтобы пасеку не грабили. Дед на ночь. Когда ложатся спать. Он выносит большой таз. Мёд. Соты нарезанные. На колодку. Кто придёт воровать. Что пчёлы не жарили. Взял готовый и ушёл. Мёд то дешевле чем этот. Неграмотный. И научился считать в окопах. Первой и ерманской он говорил. Первой и ерманской. И был продавцом. Сколько лет семь. Ни копейки не туда. Ни бед кредит. Всё сходится. Дед Ченарёв Игорь Ларионович. А Мария моя. Мария Егоровна. Мать моя. У тебя в жизни нет ни одного светлого пятна. Тебе не на что. Вчера шедеть. Опять замечание. С Никитой точно так же. Да это Украина хохлы. Вот он русский. Не украинец. А почему? У одного съедает блуд. У другого наркомания. У третьего компьютерные игры. Мозги-то стираются по определённым каким-то законам. Не просто так. А ты учился. Сидел и сатана придумал. Кто Библии считает с ума сходит. Ты добавь со своего ума. И становится на ум Божий. Говори. А говорить ты нечего. Тебе просто в этот момент ты не успеешь переработать информацию. Да я уже отдалёсся. Я тебе говорю делу. Ты на моей стороне. Бери вину на себя. И только тогда что-то будет. Это самая конструктивная программа. А это. Да я согласен. Ничего позитива не найдёшь. Аминь. 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 Я заговорил дальше. Ну ты можешь пролежать. Сейчас закончим предложение. Хам какой-то. Это уже надо. Выродить же с земля хамьё такое. По бороде как тавра. А по настроению хам. А там всё гальян побудил. Копнуться поглубже. Выл. Выл-то залился. Ты крупно плавил глаза. Так что начни с этого. Виноват ты не мужчина. Поступил не мужественно. Похоть поглотила тебя. Ты бы тёщу поставил на место. И сказал. Настенька. Может быть наша жизнь будет хорошей ещё. И пока давай-ка мы отложим. Отложим хотя бы на год. На год. И там бы видно было. Что-то. На год. Если скажи. Не ела бы ладно. Будь ещё на год. Никуда не денется. Ты где-то специально получишь хорошую. Я ещё там не закончил учиться. А на тебя именно вот это всё. Аминь. Аминь. Так. Пошёл ты сегодня зря. Вчера я сказал. Не ходить. Я смазал горловину. Лишнее вытащил. Что нужно туда положил. И я тебе скажу. Там уже рыба. Рыба тоже любит уважение. При смертной час. Как свинья. Хоть один раз была чистая. А когда. Когда залезали. И её скоблили. Там после. Водой поливали. Водой поливали. Хоть один раз чистая. И ты тоже чистый предстанешь. Если исповедуешься хотя бы перед смертью. И лёжа в гробу причастишься. А головой крутят крупным планом. Лёжа в гробу причащусь. Это как? А так. Воскресает жизнь. Глухая исповедь называется. В гробу ты понимай как. Человек если заболел. Лежит. Вызывает священник. А чего вы меня заживо хороните? Он живой. Но он уже в гробу. Он не может уже и говорить. А до этого сказал. Ему вызвали. Это не кто-то. Отчим. Матушки батюшкины. К слову сказать. Она болеет. Уехала с ногой. Упала в тот раз. И батюшка говорит. Как бы ногу не отняли. Вот так что помолимся сегодня о ней. Половина дома. Эта стоимость. Это она первая перекупила. Уезжали к Калашникову. А она мне помогла купить вот дом. Где мы находимся. Ты тоже здесь за столом сидишь. Михаил Кальмайев нашелся. Который скамейки столы сделал. Заметь. Какая радость. Какие люди возле нас. А матушка. Она там жадная. Ты забудь все. Поминай только одно. Она половина дома этого. Заплатила. Да она не знала. Полы знала. Не знала. Но мы половину сделали. Здесь неизвестно что бы было. Все таки. В 13 лет дом беспризорный был. А теперь посмотри. Как у нас все здесь есть. Я прошу тебя. Виталий. Ты жизненный. Тебе смертное. Не смертное имя дано. А живительное. Начни. Начни с сегодняшнего дня. Я вам сейчас сказал. Сейчас придешь на работу. У тебя там свой маленький перекур то бывает. Бумагу возьми. И запиши. Как я говорил. Внимательно слушать. Кто говорит. Внимательно смотреть. Что делает. Ты видел у Игоря сколько техники. Приехал сюда. У него ничего нет. Я не знаю. Будет велосипед. Он поменчался здесь. С Леной. Ему не было венца даже у батюшки. Короны. Побежали в поле. Полевых цветов нарвали. И венец его заложили на голову. Игорю. А теперь посмотри у него. Какие сыновья. Этот кролич с красными. Говорит. Пошел. И этот. Теренти. А имена то какие? Теренти. Еремея. Он приехал. Говорит. Два имени попадают. Какой? Исайя Еремея. Я говорю. Оба хорошие. Но у меня любимец Еремея. Он назвал Еремея. Ярмак Ерема. А Лена тут как завуч. Посмотри. Какая она ласковая. А охать можно хоть кого. Ты найди самое маленькое в человеке. Хорошее. И подними на щит. Такая была одна. Мать. Дочь это все видела. И говорит. Мама. Ты бы, наверное, спросили дать характеристику дьявола. Тоже нашла. Она говорит. Трудно найти. Но есть. Положительное. А что? Неутомимость. Он сто раз заходит. Не получается на женщинах наркотики. Не получается на компьютерных играх. Ну башку тебе свернет. Господь. Неутомимость. Рассказывает легенду. Ученики так же думали, что Господь. Все время говорит. Положительное. А потом говорит. А вот собака была. Смотри. То ли хозяин ее не досмотрел. Сдохла. Она лежит уже в мухе об елеру. А Господь говорит. Подошел и сказал. Какие у нее чистые целые зубы. Там еще не осталось, кроме зубов. Но он это заметил. Да это легенда. Пророка Илья легенда сохранила. Ангелы перенали огненными полотнами и кормили огнем. Такой он вырос. Нас гнильем кормили. Три дяди у меня погибли. Отец однорухи. Я все должен влучиться сам. Велосипед ремонтировать и куда выбрать специалист. У меня не было помощника никакого. Ни одного. Я в деревне в глухомании. И однако Господь видит мое желание. Я все время любил нищих. Бабушек. И через это я сошел на грех. Бабушка идет тащит. Я говорю. Можно? А я матрос на корабле. А тут у вас где-нибудь молятся. Да вот здесь есть баптисты. А я их не знаю. Я знаю, что баптисты это нехорошо. Это тучи над Борском. Там 50-ники были. Там жертву приносят. Я пошел. Вот представь. Я зашел. А огромный такой дом там. Я показываю. Вот ходили, когда ездили в Латвию. Один подошел. Латышец спрашивает. А вы откуда? Я говорю. Да я вот с корабля. Я говорю. А у вас по-русски есть? А что русский? Слушайте. Да я латышский язык не понимаю. А со мной на латышском разговариваете? Я говорю. Что он говорит? Я не понимаю. Эти слова, которые в обиходе не встречаются. Блаженные. Он говорит. А вот дверь другая. Прямо в русское собрание идет. Я зашел. А у них на простыне. Нагорная проповедь. Блаженные нищие духом. Я читаю. Ни нищие духом не знаю. Ни блаженные. Я говорю. Я по-русски не понимаю. Я тогда шагнул. И пошел. У меня билеты в кино. А за мной один вышел. Без низенького роста. Пригласил. А ты приходи к нам. Господь рыбаков любит. А я не рыбак совсем. Так. Я пришел. И жена такая же черненькая. Я захожу. А дверь у них открывается. Они сразу на ключ. Я думал. Попал. И сразу первым делом я глянул. Табуретка. Вот это оружие мое. Как кахнет. Вся рама вылетит. И я выскочу. А в той комнате я не знаю. Сколько человек сидят. Мысли какие в 23 года. Почему? Я формировался на том что видел. Я никогда их не встречал. А дальше то в этот же день. В этот же вечер. Я обратился к Богу. И они для меня родные стали. Я их поминаю. Михаила Иоанну. Напоминет Господь во царстве своем. Вот как. А они меня сделали. Начало положили этому. Хотя начало это фильм. Отверженный Викторий Гигуэль. Безгарадли. Жан Габен где играет. Все. Садимся за стол. О. Распятие Сергей. А? Покажи. Жан Вальжан играет. Нет. Это он. Великий страдалец. Это убрали из фильма. Да. Я искал. Ни где не нашел. Вот это меня тронуло. Спасти не жизнь, но душу. А теперь Серебренский. Все кто там пишет. Кирилл. Обо мне. И говорит. Был бы если в роли другой. Более суетливый. То другой. А не Жан Габен. Моряк Лапкин бы прошел мимо. И как другие. Позевы. Пошел бы спать. А меня это тронуло. Перевернуло. Я ему написал письмо. Жану Габену. Долго крутили. И вернули назад. Потом послал еще и еще. А это деньги большие были платить. И наконец. Потерялась. При переходе границы. Советская лживая власть. Не дала ему порадоваться от моего обращения. А обращение такое было. Искать. Искать. Ищи. Надо мной хороший оказался. В то время дрессировавших. Господь Бог. Все у меня. Возражай. Аминь. Алиует. Ну все. Ты всегда умеешь до конца дослушать. Имя Господь это прославится. Все. Садимся за стол. У нас сейчас 7-8. Ну нормально. Посмотри. Зазомбировал меня. Слышишь, Серега. Все. Володя. Слышишь? Потом надо было подсоединить. Ты упустил. Ладно с собой брать машину то. Так. Все. Сейчас садимся. Вот. Когда зомбировалось. Добавил субтитры DimaTorzok